Падение цен на нефть не оказало значительного влияния на потребительскую активность жителей Саудовской Аравии, сообщает Bloomberg. Объем розничных продаж вырос более чем на 10% с начала текущего года. Было зафиксировано лишь небольшое падение в сентябре. Однако оно связано с празднованием Курбан-Байрама, когда все торговые центры страны были закрыты на неделю. Как отмечает главный экономист Абудаби Коммерциалбанк Моника Малик, признаки негативного влияния низких цен на нефть на потребительскую активность все же есть. По ее словам, во второй половине года объем розничных продаж оказался ниже прогнозов. Цитата. А это в конечном итоге скажется на потребительском спросе, отметила Малик. Но несмотря на мрачные прогнозы с начала обвала цен на нефть в июне прошлого года, акции ритейлеров демонстрируют куда более лучший результат, нежели бумаги строительных компаний. Многие эксперты уверены, что власти Саудовской Аравии не решатся на сокращение социальных расходов и будут искать другие способы сбалансировать бюджет. Именно поэтому потребительские настроения в стране столь высоки, поясняет агентство. Инновации с китайским характером. Статья под таким заголовком вышла в издании Project Syndicate. Замедляющийся рост Поднебесной стал главной темой мировых экономических новостей в этом году. И не случайно, отмечает автор. Китай не только обладает второй по величине экономикой мира, но является еще и крупнейшим в мире промышленным производителем и потребителем сырья. Поэтому любые признаки экономического ослабления Китая – плохая новость для глобальной экономики. Однако, хотя тревоги по поводу темпов роста страны, конечно, заслуживают внимания, их следует оценивать в контексте долгосрочной траектории развития экономики Китая, считают авторы. В первую очередь, речь идет о его превращении в глобальный инновационный центр. Цитата. «Китай пока не получает заслуженной оценки своих усилий в области инноваций. Тем не менее, уже в ближайшие десятилетия страна может стать не просто местом, где глобальные компании проводят свои исследования, но еще и образцовым примером гибкого и низкозатратного подхода к инновациям, который изменит конкурентные отношения во всем мире», – говорится в материале. Этот вывод основан на результатах масштабного исследовательского проекта, реализованного McKinsey Global Institute, с целью оценить позиции Китая в сфере инноваций путем измерения точного эффекта от их внедрения, а именно путем измерения того, как прошедшие коммерциализацию идеи преуспели на мировых рынках. В ближайшие 10 лет Китай имеет шанс отойти от практики простого копирования и адаптации глобальных технологий, чтобы превратиться в настоящего инновационного лидера. Если страна преуспеет, страхи перед продолжительным замедлением темпов роста ее экономики, способного притормозить глобальный экономический рост, окажутся безосновательными. Издание «Бизнес Инсайдер» рассказывает о том, как Джеймс Бонд отказался от смартфонов Sony и Samsung. 6 октября в Великобритании состоялась премьера нового фильма о Джеймсе Бонде – 007 «Спектр». По прогнозам, новый фильм станет одним из самых кассовых среди всех фильмов о суперагенте. Сага о Бонде традиционно привлекает самые разные компании, которые платят огромные деньги, чтобы их продукты показали на экране рядом со знаменитым шпионом. За право снабдить агента 007 смартфоном боролись сразу две известные компании – Sony и Samsung. Но создатели посчитали их продукцию недостойной Бонда – Джеймса Бонда, пишет автор. По сведениям «Бизнес Инсайдер», компания Sony планировала заплатить за маркетинг своей продукции в картине 18 миллионов долларов. Причем 5 миллионов предполагалось выплатить исполнителю главной роли – Дэниелу Крейгу – за то, чтобы зрители картины увидели, что Джеймс Бонд использует Xperia Z4. Компания Samsung предложила за продукт-плейсмент своего смартфона еще больше – 50 миллионов долларов. Оба щедрых предложения были отклонены. Цитата. В своих электронных письмах представитель Columbia Pictures Эндрю Гамберт написал, что отказ связан не столько с суммой гонорара, сколько с тем, что Крейгу и режиссеру Сэму Мендесу не нравятся смартфоны производства Sony и Samsung, пояснил автор. Крейг не всегда относился к смартфонам Sony с пренебрежением, отмечает автор. В фильме 2008 года «Квант милосердия» он пользовался смартфоном Sony Ericsson C902. Когда мэр маленькой немецкой деревушки Зумты в Нижней Саксонии узнал, что должен будет принять 750 мигрантов из Сирии, то счел это шуткой, рассказывает издание Independent. В Зумте всего одна улица. Нет ни магазина, ни школы, ни полицейского участка, и живут 102 человека. Несмотря на это, немецкие власти решили открыть там центр по приему беженцев. Директор этого центра, в отличие от мэра деревушки, настроен оптимистично. Местные жители не слишком рады такому соседству, которое может полностью изменить их до сих пор спокойную жизнь. Кроме того, они утверждают, что инфраструктура их деревни может не выдержать одномоментного роста населения в 7,5 раз.